В Московской областной думе обсудили проблемы обманутых дольщиков. На заседании выступил глава Люберец Владимир Ружицкий. По его словам, в городском округе большинство недобросовестных застройщиков уже понесли уголовное наказание. И пострадавшие дольщики получили ключи от квартир. История покупки этой квартиры началась 13 лет назад. Жительница Октябрьского Виктория Чайковская не могла добиться, чтобы квартира наконец-то была сдана. Только в этом году полноправная хозяйка получила ключи от заветной жилплощади. Однако признается, что ремонт в квартире по самым скромным подсчетам обойдется минимум в 500 тысяч рублей. Беда наша началась в 2004 году. Мы купили квартиры, причем по 100% оплате у застройщика социальная инициатива. Год нас застройщик радовал, построил фундамент и первый этаж, потом стройка была заморожена. Начали ходить по инстанциям, везде были двери закрыты, никто людей нигде не слушал. По словам Виктории, многочисленные обращения в правоохранительные органы, в суд, в тогдашнюю администрацию Октябрьского не принесли успеха. Тогда пострадавшая решила написать заявление на недобросовестного состройщика социальная инициатива в Следственный комитет Москвы. После чего следователи дали ход уголовному делу обманутых дольщиков. Пятый год, шестой, седьмой, это был ужас. И вот только с приходом новой команды, скажу, Министерство строительства, пришла тогда министр, она дала толчок этому делу. Около 35 миллиардов рублей в Подмосковье потребуется для решения проблем обманутых дольщиков. Правительство Московской области уже сократило их количество с 18 тысяч до 5. Мне безызвестный поселок Октябрьский. Могу сказать, что где-то на уровне 2010 года по количеству обманутых дольщиков на тысячу проживающих жителей поселок Октябрьский по этой позиции занимал первое место в России. На сегодняшний день мы этот узел тоже развязали. Целый ряд вопросов по недобросовестным компаниям властям городского округа Люберцы удалось решить в плотной работе с правительством Подмосковья и с правоохранительным блоком. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий внес предложение, чтобы контроль над строительством домов осуществлял не только застройщик, но и общественность. Мы с коллегами обсуждали возможность идеальный вариант уйти от долевого строительства. Законодательно запретить. Есть застройщик, кредитуется, строит и продает. Жилье есть, деньги есть, пришел купил. Однако многие пострадавшие от социальной инициативы до сих пор стоят в очереди, чтобы получить ключи от новых квартир. Екатерина Зыкова ожидает новое жилье с 2005 года. В настоящий момент у нас брежет надежда, потому что нас распределили на объект, который сейчас под строительным адресом 1-майская, до 20-1. Мы пока на этом объекте числимся только в списках Министерства строительства. С нами никакие договора еще не заключены. В настоящее время в Подмосковье строится более 2000 объектов жилья для обманутых дольщиков. Общей площадью 24,6 миллионов квадратных метров. А недавно в Государственной Думе состоялись слушания, на которых обсуждался законопроект, предполагающий создание Государственного фонда для участников долевого строительства. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.